Сегодня мы поставим точку с этими крепостями, с этой защитой крепости. Посмотрите, там на склоне, вдалеке, видно Око Саурона. Оно здесь рядом, оно здесь близко. Мы его видели на карте, на глобальненькой, и его видно и здесь сейчас. Именно в этой крепости мы начинали недавно такую предфинальную, а если можно в принципе сказать и финальную, но для четвертого акта, миссию. Для вообще финального четвертого акта. Это же эпилог, это же сейчас эпилог уже идет. Начинаем тогда выстраивать защиту. Что у него, у Локхая нужны, конечно, хорошие прям стены. Давайте вкачаем, сейчас посмотрим. Ядовитые, нет, огненные, огненные, огненные мы вкачаем. Струи огня, раз у тебя Олукхай. Щитоносцы. Огненные осадные звери. У тебя что здесь? Огненные лучники. Выводки шелоп. Кто у нас по лучникам стреляет? Других зверей. Тут зверей не так много. Осадных зверей, которые подвергают командиров штурмовых отрядов и приспешников артиллерийскому обстрелу. А мне казалось, что тут кто-то по лучникам. Ладно, давайте огненных будем использовать и все. Не будем боряться сейчас. И тут берем адское пламя. Защищаем немножко ворота. Здесь стены с шипами. Мне это очень нравится. Ну и все-таки возьмем, давайте, самые крутые стены. Я не планирую эту крепость слить. Так что сегодня у нас планы такие. А планы? Планы-то грандиозные. Главное, чтобы все сейчас удалось и не бегать вновь. Не спасать очередную жертву. Масочка. Мы уже чуем, нам даже прорези для глаз не нужны. С каждым годом тень ширится. Но ты еще борешься. И потому у Средиземья есть шанс. Неплохой у тебя Форти, но я ожидал увидеть кишки на стенах. Давай это исправим. Давай исправим. Твои будут висеть. Уязвим для скрытности. Боится казни. Не уязвим к обстрелу. У него очень хорошее качество, в принципе. Но он уязвим для скрытности. Если сейчас будешь к воротам подходить, ты подходи. Не стесняйся. Я попытаюсь на тебя спрыгнуть сверху. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. На тебя переключайся. Ну переключайся на полководца. Есть. Уху. Красиво как. Ты не уязвим, я помню это. Ну стрела у тебя во лбу торчит. Ой, щекотно, не щекоти. Там один уже даже сломленный. Блин, дракон помешал. Но я тебя завербую. Ты сейчас будешь служить мне. Утопленничек. Оставайся и сражайся. За стенами. Охраняй ворота. Охраняй ворота. Сейчас мы этого здравяка еще завербуем. Так что тут ворота охранять будет нормальный отряд. Служи лучше, чем служил предыдущему хозяину. Спасибо, спасибо. А зачем мне стрелять? Зверюга и так уже сломлена. Да ёжик ты лохматый. Не туда. Давай вот так вот. Нормально, ладно. Да хотя бы можно было тебя оставить здесь. Периметр прорван. Погнали тут обезьяны. Давай тебя сейчас тоже будем использовать. Да ладно, кто там мне помешал? Я что-то уже мысленно перенесся туда. Смотрите, здесь парочка разъяренная. А я сейчас еще драконов возьму. Слезь, ну просто слезь. Сейчас дракона. Дракона завербуем. Его убили похоже уже. Дракона завербовали. И опять мой один истекает кровью. Два даже. Ладно, идем спасать. Знаем мы эту песню. Она так всегда начинается. Да пшли вон, блин. Стрелки поганые. А, у тебя железная воля. Ну давай посмотрим тогда, что у тебя вообще еще. Уязвим. В принципе, тогда я тебя сейчас в упор просто расстреляю и все. Все, меткий стрелок. Отстрелялся ты. Угуга-потрошитель. Прощай. И остался еще один. Ну, из таких основных. А там есть 54 уровень, который уже сломлен. Ну, да чтоб кто по мне попал сейчас. Кто здесь мог по мне попасть. Да тут внутри уже никого нету. Тут все тихо и мирно. Я даже не заметил, что меня там сбили. Ну и отлично. Уже сломленный есть. В этот раз вы даже... Слишком силен. Давайте убиты легендарны. Хотя бы шмот возьмем за тебя. Жирный какой, а? Поезд пассажирный. Так, мы идем стрелы забирать. И тут нужно одному помочь. Там, кстати, цель-то... По сути, уже сломленная. Ее можно завербовать. Так, не стрелы. И я пошел. С остальными разбирайтесь сами пока что. Открыть ворота! Да пауки, свалите вы! Свалите пауки! А, открыли ворота все-таки. Они сами открыли. Ну, молодцы. Свалите все. Да паучище! Блин! Вот так она все и вечно начинается. То одно, то другое. Я еще хочу завербовать. И он моих начинает перебивать. Нет. Плевать даже, если сейчас... Моих перебьют. Плевать на них. Так, да ну не перепрыгивай через него. Ну, пробеги просто мимо. Пробеги сейчас мимо него. И используй вот такую тему. Мы встретились. Ой, как рад ты! Сражайся. Ой, как ты рад сражаться. О, а тут, кстати, их тьма. Тут просто огромное количество врагов. И пауки лезут. Вот я очень не люблю пауков вот этих. Да свалите вы, пауки, блин. Мешают. И поднимать. Мешают. Мешают. Вообще все, что угодно делать. Да, но не его. Ну зачем? Что ж вы делаете-то? Я пытаюсь поднять сейчас своего. Он начинает там какую-то... Животину. Приватизировать. Да свалите вы все от меня! Морда грызла. Ой, Бэйн. Бэйн пал. Бэйн пал. Ладно, пойду я на другую точку. Надоели. Не дают тут спокойно работать. Не дают. Да свалите, пауки, блин. Пауки это самое мерзкое. Когда используют нападающих. И бежать же я сейчас не могу. Они вытащили из меня всю скорость, по сути. Да и этих, я понял, их сейчас перебьют все. Их мы бросаем. Да чтоб вас и этого не успели спасти. И загребанных пауков этих. Еще и одного не сможем спасти. Скорее всего не успеют. Шака свой, своего завалил. Ну, тоже неплохо. Ну и люгу ядовитого я не успел спасти. В общем, с очень большими потерями сейчас здесь... Точка потеряна. Переживем мы это. Мы вырвем этот форт из-за грибующих лап. Это только одна точка, чё вы радуетесь? Да пауки, свалите! Чертинь! Сколько тут орков, просто жесть! Вот это вот эпик! Да опять пауки, ну посмотрите. Ну что это за жесть? Да уйди с радиуса поражения. Трупоед вон сгорел. Да тут... Вспоминаю сразу Первый Рим, когда такая же тема там была. Каждого полководца показывали, когда он погибает. Надо всё-таки призывать сейчас хотя бы нежить. Я без неё, конечно, сражаюсь. Боится казни. Вот сейчас мы тебя... И оформим. По сути тебя... Тебя-то только мне сейчас убить и нужно. Для полного счастья. Мои-то ещё сражаются. Мои ещё держатся. По идее, даже поднимать-то мне придётся, если я этого убью сейчас. Нам сейчас даже поднимать не придётся. Свалили. Но чтобы... Да ладно, а почему так долго думал? Ладно, я тебя убью просто. При помощи казни. У-у-у-у! Всё, победа. Я пытался урвать как можно больше нападающих. Они высокоуровневые, хорошие. Но потерял ещё много своих. Ну что сделаешь? Зато какая эпичная баталия получилась. Защитили и ещё одну область. Я слабею, но нужно держаться. Больше никого не осталось. Что у нас, кстати? Давайте посмотрим. Я и мёртвых не поднимал. По сути. И не призывал Грауга моего. Вечного, крупного. Крепость мёртвая такой ещё. Никого там нет. Хотя, смотрите, много-много полегло, но при этом очень многие остались ещё здесь. Всего лишь два вождя убито. А новички, новички. Вот он он. Ужас и ячейка. Ячейка. Маленькая ячеечка. Иди сюда, ячейка. Помню я тебя за стенами. Переманивал ты ещё там. Практически сразу сдался. Вот ещё. Где-то должен быть же ещё. Вот. Будх рыжий. Хотя мне казалось, я же... Либо его убили тоже, скорее всего. Наверное, часть вот как раз таки. Тех, кого нам показывали. Того убили, того убили. Вот и их новичков. Только двое пережили этот штурм. Только двое выжили. Ну, значит, ты. Давай. Сюда иди. Будх рыжий. Повезло тебе. Из грязи в князи сразу. Сразу. Вот как-то так. Получается ещё один штурм. А, вон уже начинает. Начинает народец появляться. Всё нормально. Крепость не мёртвая. Крепость ещё будет жить. Получается, последняя крепость. Последняя защита. Сейчас у нас должна быть вот здесь. Быстрое перемещение. Да, я хочу туда зайти. Я хочу защитить. Сейчас всё быстро, эффективно. Гонюсь за новыми душами. Хочу их переманить. Хороших, молодых, перспективных. Из-за этого свои погибают. Из-за этого я пару раз слил уже крепость. Я помнил. Я понял, что тебе нужно держаться. Держись, держись. Ты чё-то рассказывал там? Да ты продолжай, я тебя слушаю. Вот, тысяча нам сейчас пригодится. Тысяча нам сейчас очень даже будет кстати. Тысяча прям очень будет кстати. Последний штурм. Вот до этого был штурм очень знатный. Очень масштабный, очень сильный. Прям... Блин, действительно заставило поволноваться. Что и с той, и с той стороны многие погибали. Много народу ложилось. И здесь тогда сейчас точно нужно заняться. Может быть... А я не помню. По-моему, даже сражается всё-таки лорд. На последней точечке. Так что его совсем оставлять без защиты мы не будем. Сейчас посмотрим, все ли у нас тут задействованы. Как телохранители. Все. Все. Все задействованы. Это хорошо, это уже приятно. Есть ещё, правда, тут... Угу. Осадное улучшение. Давайте сразу... Сейчас посмотрим. Вот здесь вкачаем. Хотя что там у нападающего будет? Наверное, потом... И расширим возможности. Но в любом случае... Нам нужно вот сюда назначить сторонничка. Чтобы появилась возможность использовать усиление. Давай, Шов. Ты легендарный. Ты хотя бы туда пойдёшь. Ты хотя бы сюда зайдёшь. Мест у нас нету. Здесь либо врагов сейчас нужно вербовать. И либо убивать, чтобы кого-то из гарнизона перекинуть. Ну, не будем этим заниматься сейчас. Осада. Готовимся к защите. Смотрим, что у него. Что у тебя есть тут такого интересного? Подрывники. Будут пытаться ворота сломать. То есть пойдут через ворота. У нас есть дракон, который, я надеюсь, помешает этому. Дикари. Здесь крепость более-менее прокачанная уже. А судья проклятых... О, Граук. Граук, Граук, Граук. В принципе, других атакующих зверей. Это то, что нужно. Лучники стреляют дальше. Это плохо. И стяги. Блин. Стяги, стяги. Это плохо. Стяги. Это очень неприятно. Но в любом случае, стены с шипами доставят ему огромные проблемы. Погнали. Погнали. Мы сейчас защитим последнюю крепость. И дальше уже будет сужеточка. Дальше уже однозначно нам расскажут. Средиземья погибнет. Это крепость наша, и мы освободим ее. О, я даже не успел нажать, посмотреть твои особенности. Какой ты шустрый. Вкусный для зверей. Боится мух. Казни наносят. Большой урон. Это классика. Замораживание. Огонь тебе, в принципе, нипочем. Ну что, мы тогда по зверям сейчас пройдемся. Оп. Есть контакт. Мочи. Мочи. Мочи своих бывших хозяев. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Давай. Да ну. На животинку эту пересаживайся. Сейчас будем использовать... Вот он, Граук. Кстати. Давайте сейчас по нему постреляем. Зачем ты уничтожил? Я просто сказал, высадись. Спокойно, тихо, мирно. Посмотри, как один Граук тут красиво наказал. Очень-очень красиво. Мне понравилось. Он их и продолжает наказывать дальше. Двоих. Оп. Первый. Пошел. Вербуем тебя. Да, это очень мудрое решение. Оставайся, охраняй. И вербуем его. Вербуем. В общем, сражайтесь, принимайте на себя удар, вас будут убивать, ну и... Держитесь. Выживите. Может, вам вождями станете. В предыдущей крепости они очень неплохо прокачались на этом. А, этот же, по-моему, как раз к заледенениям очень яростно относился. Похоже, что город-человеков снова в твоих руках. Но остался ли ты еще человеком? Вот в чем вопрос. Раз. Ну как это город-человеков? Я бы не сказал бы, что это город-человеков. Да, бесит замораживание. По идее, он сейчас должен в бешенство впасть. Вот опять я сейчас на нем использую замораживание. И пока он не успел опомниться, я его вербую. Давай, железная борода. Оставайся и сражайся. Так, что там зверюга? Зверюга там пала. Там зверюга наша сражается. Вообще все хорошо. Где-то двое вну... А, нет, вот они, они двое. Двое еще здесь. И он уже кого-то убил новенький, смотрите. Новенький красавчик. Один. Там вряд ли один единственный, по идее, да, должно быть. Но Один звучит красивее. И симпатичнее. Офигеть тут огненных сколько. Огненных очень... А зверюга-то продолжает обстреливать. Несмотря на то, что, как бы, для нас, говорят, патроны закончились. Он продолжает обстреливать. Очень даже неплохо. Оп тебе, подсрачник. На тебе еще подсрачник. Сейчас, блин, не хочется тебя убивать. Просто единственный. Вкусный для зверей. В принципе, слабостей, как таковых, нету. Без шансов. Несокрушимый. Даже при низком уровне здоровья. Значит, тебе придется убивать. Тот самый единственный. Да что ж вы тут все? Единственный. Уязвим для атак. Несокрушимые они. Они несокрушимые. Понятно. Значит, убиваем вас быстро. Вот так вот. И не паримся. Значит, сейчас убиваем вас. Прям на всю катушечку. Даже сейчас я переключусь. А, прокачаю. Давайте прокачаем. Переключаться не будем. Сейчас накопление гнева будем использовать. Еще. На, в голову. На, в голову пока падаешь. Самый единственный. У кого-то он был единственный. Но, в любом случае, ему это не помогло. Добил, добил. Я его повалил, а он его добил. Красавица. Следующая атака идет. Начинается, а нам, что мне нравится, тоже с улицы. Так. До ужаса боится призраков. Яростный натиск. Но они, в принципе, все уже к переманиванию готовы. И вы тоже, вожди? Огненные. Дымовая бомба, подрывники. Да, да, да. Все. И легендарный, и все-все-все здесь сейчас уже будут готовы. О, отступает один. Ну, пусть бежит, ладненько. Тут у нас замес поинтереснее. Так-то творится сейчас. Железная борода нереально разошелся. Железная борода творит чудеса. Вот так вот, красавцы. Эта крепость слегка обороняется как-то. Я вижу там вновь моего одного опрокинули. А тут ярость, блин. свали... Да свали! Не говорите только у него без шансов. Мне нужно своего поднять сейчас. Я за вот этим... А, он рядышком тут. Он же тут рядышком. Чего я полез? Я думал, внутри. Отступает еще один вождь, кстати. А этого можно вербовать. Да уйди ты, яростный поросенок. Бля. Надоели вы. Зверье яростное. Стягиваем, поразрушаю. Чтобы не... Да уйди ты! Да достал ты! Все, ладно. Я иду вон тому помогать. Надоели вы. Я не тебя хотел. Сражайся, сражайся. Я хотел чуть здоровицы восполнить. Да что ж ты? Я уже стягки разрушил. Ой, железная борода. Ну ты вообще даешь. Ты реально мощный мужик. Очень мощный. Шли вон! Да пошел отсюда! Да чтоб я тебя не видел больше. Лучники, прикройте вы, наконец-таки. Сделайте хоть какое-то доброе дело. Там кто истекает кровь? Я не буду тебя убивать. Не хочу на тебя сейчас тратить время даже. Да не кричи, как резаный поросенок. Дезинфектора. Сняли. Ох, как Майкл Джексон красиво так... Да яд этот пауков. Да яд этот пауков. Да надоели-то, а. Все, пошли вон. Я работаю по легендарному лорду сейчас. Дайте мне хоть посмотреть, что у него там. Не дают нормально работать. Подлюхи. Оооо, дракош. Дракош, ты что делаешь? Я на тебя сесть должен был. Вооот. Вот это мне нравится. А где там... Бандюк, который... Говорил, я тебя ушатаю. Ну сейчас тут чуть... А, он уже в крепости даже. Его просто в толпе. Такой вот небольшой. Бэнг ему устроили. Бан-бан-банг. И все. Крепость наша даже особо глубоко они не прорвались. Победа, как и планировалось. Он даже и остался на драконе. Парить. Эффектно так. Пакуйся с миром. Область защитили. Период завершен. Там доспехи какие-то нам дали. Сейчас посмотрим. Десятилетия медалей он сдерживал натиск тьмы. Но кольцо темного властелина обладало собственной волей. Все кончено. Вместе мы обратимся против Средиземья. В конце концов, Таллиан пал и стал одним из девятерых. Вот неприятно. В последующие годы было найдено Кольцо Всевластия, и в поисках его хранителя, новейший из Назголов вместе со своими братьями отправился в Шир. А затем... Спустя десятилетия кровопролитных сражений, на смену тьме пришел Свет. Новое братство и неожиданный герой. Наступила смерть. Смерть Саурона. Смерть его владычества. И смерть Талиона. Который вышел из тьмы и обрел свободу. Смерть. Который вышел из Тати Свами. Музыка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот такие вот... Комментарии интересные встречаются. Как я говорю, отдельное, конечно же, спасибо комментариям. Ну и другим комментариям я всегда рад. Пишите, понравилась ли вам игра. Что вам интересного тут было. Насколько захватывающий сюжет. Потому что мне, допустим, было интересно. Да, тут не лорно, да, тут что-то противоречит, что-то вообще не вписывается, что-то вычеркнуто. Хотя, в принципе, попытались вписать в рамки этот фанфик. Ну, что-то, что-то получилось, что-то не очень. Тем не менее, мне сюжет понравился. Ролики, сама атмосфера. Тем более в Мордоре. Тем более в Мордоре практически никогда не происходило событий вот такого масштаба в играх. Это для меня было очень-очень интересно. Музыка классная, кстати, мне нравится. Так даже фоном бы, чтобы она играла, говорил бы и говорил бы. Говори все, что угодно. Говори, что тебе нравится. А вы пишите комментарии. Это, это иди. Пройдем, конечно же, дополнения. Обязательно скоро будут и дополнения по этой игре. Они, наверное, значительно, значительно короче, как и к первой части. Но основной сюжет вот так вот. Я думал почему-то, что сейчас будет защита, а потом все-таки какая-то одна миссия финальная, где нам предстоит сражаться. Все-таки последняя осада не была такой прям масштабной, как буквально вот предыдущая. Предыдущая намного была сложнее, намного тяжелее. Ощущения от игры хорошие, надеюсь, у вас тоже. На этом я прощаюсь с вами. До следующего видео, друзья мои. До следующих прохождений. Всем добра. Субтитры создавал DimaTorzok